Мы продолжаем рассказывать о своих хобби. Александра уже рассказала, чем занимается она. Настал мой черед. Я хочу вам показать свои картины. У меня их не очень много, но в них я вкладываю всю свою душу. Возможно, они не идеальны. Я думаю, вот ты приходишь, где душа у тебя вообще? Она в картинах у нее сына. Она в картинах все это время, да. Все мое сердце холодное. По номерам? Нет, рисую сама. Я рисую маслом. Мне очень нравится именно этот тип и вид, если так можно сказать, рисования. Потому что вкусно. Потому что это... Не знаю, как объяснить, но это какой-то отдельный вид искусства, мне кажется, рисовать маслом. Вот, поэтому... Ну, есть у меня еще такая вот картина. Это, кстати, мы сделали с художницей. Я ее сделала, снимая сюжет. Это гипоксидная смола. Гипоксидная смола, да. Выговорила, да. Вот такая вот красивая картина тоже получилась. Все это бережно хранится у меня дома. Это, на самом деле, очень малая часть того, что здесь сейчас есть. Все остальное я раздала своим друзьям. Ну, в качестве подарка. Как благородно. На день рождения. Это очень трогательно. Лучше бы деньги подарила, конечно. Картины, которые ассоциируются с ними. А вот это, кстати, наоборот, подарок мне от Полины Михальчук, от моей подружки. А я взамен подарила ей. Здесь очень интересная мысль написана. Единомыслие создает дружбу. Это так здорово. Слушай, ну вот... Вот мы часто слышим, что вкладывать душу – это одно, а еще вроде как можно, там, не знаю, учиться. Ты где-то училась или ты сама по себе такая гениальная? Нет, кстати, я нигде не училась рисовать. И вообще до какого-то момента мне казалось, что я отвратительно рисую, вообще не умею рисовать. Мне это и не нравилось, не доставляло никакого удовольствия. Но потом я поняла, что это успокаивает. То есть я решила, что так, если там, допустим, у меня какой-то стресс или грустное настроение, или еще что-то, я просто беру холст и начинаю мазюкать. А потом из-за этого что-то получается красивое как-то само собой. То есть у меня нет такого, что я как-то суперкрасиво рисую или еще что-то. И никогда мне казалось, что у меня этого не получалось. Но вот как-то само собой все это из... Как закрутилось. Как закрутилось, заверсилось. Рисовать душой, то, что называется, да, такое, интуитивная живопись. Да, ну есть же разные стили рисования. Есть люди, которые там прям вырисовывают лица, как-то все это, там, карандашами, например, или какими-то другими видами, да. Что-то прям вырисовывают, я смотрю на это и думаю, господи, как вы это делаете? Потому что я пыталась, а у меня не получается. Что в очередной раз доказывает, что я не умею рисовать на самом деле. Но как-то вот какие-то абстрактные вещи, мне кажется, они получаются у каждого. Даже у меня, у такого аутсайдера. Посмотрите, тут руки, ну как же они абстрактные, если они настоящие. А у нас они все такие замазюканные, как будто, ну то есть они... Это называется техника сфумата, как у Леонардо да Винчи. Да-ка, конечно, это абстрактные руки. Это не абстрактные руки. Продинок-то нет. И волос. Это не гиперреализм. Просто есть же техника сфумата, у Леонардо да Винчи, она разработана. Как раз когда нет точных, четких вот таких вот граней, как в комиксах, да, а когда один цвет мягко по градиенту переходит в другой. Поэтому ты просто живопись, предпочитаешь эпохи возрождения, вот и все. Да, Лер, ты можешь продавать. Или, возможно, я юный художник, гений. Я именно это сейчас и сказала, это, может быть, замысловатно прозвучало, но это именно оно. Эксперт называется. Сказала что-то непонятное. А Эра говорит, да я гений просто. Да, ладно. И говорю. Ладно, в общем, да, вот такое вот увлечение есть у меня. Пишите в группе ВКонтакте, у нас уже заведена тема. Мы ждем ваше хобби, ваше увлечение, ваше рукоделие, что вы делаете своими руками, присылаете фотографии, будем обсуждать. Ну, а далее нам Антон расскажет, чем он увлекается. Я буду рассказывать. Сейчас это заметно. Я не буду рассказывать. Ты просто шапочку выдашь. Боже мой, нефиг. Кстати, он действительно будет сегодня весь эфир вязать мне шапку. Вот в конце посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.